Добрый день, уважаемые телезрители! В прямом эфире телеканала ТДК-42 дневной выпуск новостей в студии Сергея Уланов. В Акжаикском районе для крестьянских хозяйств созданы все условия. В этом убедились наши корреспонденты, побывав в Алмалинском сельском округе, где располагаются 74 крестьянских хозяйств. Подробнее о том, как они сотрудничают между собой и с чем связано такое количество крестьянских хозяйств в одном населенном пункте, расскажет наш корреспондент Рустам Машарипов. Сельский округ Алмалы Акжаикского района находится в 250 километрах от города, но эта отдаленность не заставляет людей переезжать из села в город. Там для жизни созданы все условия. Проведен газ, питьевая вода прямо в дом каждому жителю. И работы для всех хватает. К слову, многие здесь занимаются крестьянским хозяйством и овощеводством. В нашем сельском округе созданы все условия для развития как крестьянского хозяйства, так и овощеводства. Главы крестьянских хозяйств устанавливают современные орошительные системы, создаются новые рабочие места. В данное время в селе Алмалы проживает более 2000 человек. Уровень достатка выше среднего. Жители не знают таких проблем, как безработица. Зимой они работают на пастбищах, летом занимаются земледелием. Именно здесь летом выращивают арбузы, которые потом заполняют прилавки городских рынков. Также в селе действует 7-4 крестьянских хозяйств, которые создают рабочие места для молодежи. Я работаю зимой пастухом, а летом занимаюсь овощеводством. Получается, что круглый год я обеспечен работой, меня все устраивает. Помимо крестьянских хозяйств, в Алмалинском сельском округе люди открывают и свой бизнес. Так Мерекисий Сейсинов открыл в селе ресторан. И теперь у местных жителей отпадает необходимость съездить в райцентр для проведения юбилеев и свадеб. Два года назад мы открыли ресторан. Для этого взяли кредит по сниженной ставке благодаря программе «Дорожная карта бизнеса-2020» на сумму 7 миллионов тенге. Сейчас у нас трудоустроены 20 человек. Стоит добавить, что молодежь, трудящаяся в крестьянских хозяйствах, даже не думает о переезде в город. Считая, что с жизнью на селе не сравнится ничто. Рустам Ашарипов, Ербол Аманшин, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В селе Алмалы также была презентована книга известной поэтессы, почетного жителя Алмалинского сельского округа Жаналганым Ахмулдиной под названием «Омироткельдеры». На презентацию книги собрались поэты-современники и друзья. Для всех гостей помимо презентации книги поэты провели Айтыс. Подробности в сюжете. Жаналганым Ахмулдин – одна из почетных жителей села Алмалы. Всю свою жизнь она проработала руководителем почтового отделения. На творческий вечер известной поэтессы приехала и заместитель Акима Ахжаикского района, который пожелал ей долгих лет жизни. Я желаю вам долгих лет жизни, успехов вашему творчеству. Вы – наша гордость, и мы от всей души вас поздравляем. Творчество Жаналганым Ахмулдиной связано в основном с родным краем. Все свои произведения она посвятила данной теме. Я в своей книге описываю, насколько богата наша земля, какая она красивая. Передаю свою любовь к земле. Ведь это наша родина, родина наших предков. Жаналганым Ахмулдиной является для всех примером. Она – мать семерых детей. Собравшись в Сигосе, также поздравили ее с очередным успешным творением. Я очень рад, что Жаналганым Ахмулдина продолжает нас радовать своим творчеством. Я давно с ней знаком и знаю ее как человека справедливого, мудрого. Хочу пожелать крепкого здоровья. В завершении среди поэтов состоялся Айтыс, участие в котором приняли 8 Акинов, по итогам которого победителям вручили денежные призы. Рустам Ашриб, Фирбал Аманшин, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. 120 тысяч гектар неиспользуемых земель выявлено в Зеленовском районе с начала текущего года. Об этом сообщает районная прокуратура. С декабря месяца реализуется проект «Доступная земля», в рамках которого по результатам проверки 330 участков, находящихся в собственности предпринимателей, не использовались по назначению. Что будет с пустующими территориями, дальше расскажут наши корреспонденты. Эти земли находятся в собственности предпринимателей. Несколько лет назад они были оформлены как индивидуальные участки подведений сельского хозяйства. Но по сей день простаивают. То, что они не используются на протяжении долгого времени, прокурору выявили в рамках проверки. Теперь нерадивым бизнесменам начнут вручать уведомления. Если после этого участки не используют по назначению, они перейдут в распоряжение государства. Далее их передадут к пользованию других лиц. Тем самым в районе планируют увеличить действующие посевные площади и пастбищные угодья. Мы ставим сейчас целью вот эти земли, которые не используются, чтобы они использовались добросовестными землепользователями. Земля должна работать. И этот проект, именно цель наша должна быть достигнут. Мы ожидаем именно, что будет в этом году увеличение посевных площадей. Как сообщают представители отдела земельных отношений, распределять земли будет Акимат. Таким образом, встать в очередь на получение участка подземледелия и животноводство сможет любой желающий. Выдавать участки мы сможем по принятию нового земельного кодекса. Распределение земель будет осуществляться в рамках закона специалистами Акимата. Прокуроры напоминают, владельцы участков должны успеть освоить их в течение года после вручения уведомления. В противном случае, земля автоматически перейдет в собственность государства. Марина Корбук, Мохаммед Консултанов, Александр Грабарев, ТДК-42. 56 административных протоколов составлено санэпидемиологами по результатам проверки состояния учебных заведений Уральска. Об этом сообщают представители городского управления по защите прав потребителей. В особенности, специалисты уделяют внимание организации питания. Они напоминают, что каждая школа должна следовать единому образцу, составленному специалистами городского отдела образования и санэпидемиологами. На контроле Уральского городского управления по защите прав потребителей сегодня находятся 52 школы и 9 интернатов. В меню добавлено каждый четверг мясо из рыбы и каждый день дается фрукты, овощи. В неделю раз дается мясо птицы, молоко и сыр. Тараканий угол. Волонтеры Уральска оказывают помощь 85-летней женщине, которая превратила свою квартиру в свалку. Сейчас пенсионерку доставили в центр адаптации для лиц без определенного места жительства. Тем временем активисты из молодежных объединений убирают ее квартиру. Наш корреспондент Роман Копняев отважился зайти в дурно пахнущее место. Убираться в квартире волонтеры начали еще в пятницу. Как отмечают соседи, хлам старушка складировала, принося его с мусорных контейнеров. Сейчас она ходит, побирается. Раньше она не побиралась. Сейчас она ходит, побирается. Она хочет кушать. У нее холодно. Она приходит. Она просит. То деньги, то еду. Ну, конечно, это мешает, я хочу сказать. Ну, а про это даже уже не говорим. Вот я говорю, 20 лет к ней можно было зайти. Сотрудники ТО «ЖАЭК Тазакала» выделили грузовую машину для вывоза мусора. Активисты работают в специальных костюмах. В квартире очень трудно дышать. Трудно поверить, но вот это помещение считается кухней. Это то место в доме, где должно быть идеально чисто. Здесь готовят еду. Но если взглянуть на стену, то можно увидеть сотни кишащих здесь тараканов. Более уже 30 лет она не выносила из дома ничего. И мы подъехали, посмотрели. Объем большой, потому что там мусора, старых вещей много. И мы обратились к ДЭПу. Они выделили нам автомашину. В данный момент сейчас сегодня, вчера. В пятницу мы убрались. В пятницу волонтеры убрались. Одну машину вывезли. Но так как еще мусора много, мы сегодня уже повторно подъехали. Саму женщину достали в центр адаптации для лиц без определенного места жительства. Здесь ее помыли, выдали одежду и постель. Куда ее определят, мы не знаем. Поэтому хотелось бы узнать, чтобы это было не тайной, а достоянием соседей, общественности. Где бабушка теперь пребывает, в каком состоянии она. Потому что мы беспокоимся о ней. Мы ей оказали помощь в обслуживании. Выдали одежду, помыли ее. Сегодня организовали питание. Сегодня уже решается вопрос о передаче ее в лечебное учреждение, в больницу на лечение. Женщина сейчас размещена в изоляторе. Ведет себя она спокойно. Что у вас в квартире? Ничего нет. У вас очень в квартире много мусора? Ну, это мусор ерунда. Почему так у вас? Потому что я не умирала, болела. А чем болеете? Болею. Мне ноги плохо ходят. Ну, вам здесь же чисто. Кушать есть. Может, нормально здесь остаться пока вам? А? Останетесь здесь пока? Останусь. Напомним, это уже не первый случай, когда волонтеры выявляют одиноких людей, оставшихся без помощи. Недавно они помогали Валентине Дубовской, который отморозил ноги в своей неубранной квартире. Роман Копняев, Ербул Аманшин, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. На 10-м километре трассы Урак-Саратов перевернулся грузовой автомобиль с сухофруктами. Водитель автомобиля марки Рено заявил, что причиной ДТП стало плохо очищенной обочины дороги. Наши корреспонденты побывали на месте событий. Как отметил водитель, свой груз он вез из Узбекистана в Украину. В машине находилось около 20 тонн сушеных сухофруктов, винограда и абрикосов. Водитель отказался от интервью, но отметил, что он перевернулся днём. В этот момент в регионе была сильная метель. Молодой парень грешит на плохо очищенную дорогу. Хотя дорожники утверждают, что они со своей задачей справляются. Каждый день чистим. Дорога отличная. Сейчас из-за чего чистите? Да, чистим. Зачем сейчас чистить? Сейчас вот, а ты мне помочь? Всё. Сколько он уже здесь? Сегодня третий день, по-моему. Водитель был вынужден нанимать людей, которые перегрузили ящики и мешки с сухофруктами, в другую машину. Больший груз вытащить из кювета попробует при помощи автокрана. Помогаем ему, чтобы как-то его выдвинуть отсюда, с этого снега, убрать пустым дороги. Перегружаетесь? Конечно, по-любому. Надо же помогать своим же близким. Потом как его можно? Каким образом подсчитаться? Трактором любым. Машина станет лёгкая. И просто любым трактором вытащим отсюда. После того, как машину перегрузят, она станет лёгкой и появится возможность как-то вызволить её вот из этого кювета. На днях Аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов подверг резкой критике работу сотрудников «Казахавтожол», которые оказались не готовы к вызволению машин и снежных заносов. Роман Копняев, Нурлан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК-42. С начала текущей недели наступил долгожданный древний славянский праздник Масленица. Длиться он будет семь дней. В эти дни отмечающие радуются приходу весны, пекут блины, весело проводят время на свежем воздухе с различными играми. Помимо блинов, главным атрибутом праздника является чучело, которое сжигает в последний день Масленицы. В знак избавления от всего плохого и формирования успеха в будущем. Масленица отмечается неделю. Эта неделя считается переходящей. Зависит от того, когда отмечается Пасха. В текущем году Масленица отмечается с 20 по 26 февраля. Во время праздника народ радуется приходу весны, проводит весело время на свежем воздухе, принимая участие в различных соревнованиях, конкурсах и хороводах. У каждого дня есть свое значение. Во вторник проходит «Смотри на невесту». Потому что свадьбы начинались после Великого поста на Красную горку. В среду все зятья идут на блины к своим тёстям. Жители города, как оказалось, отмечают этот праздник достаточно активно, несмотря на вероисповедание человека. Это доказывает целостность народа и его дружбу. Хороший народный праздник, жизнерадостный довольно-таки. Мы, конечно, не празднуем, но блины печем, печем. Весело с блинами, с чаями, с самоваром. Весело, короче говоря. Обязательно гостей приглашаешь и в гости ходишь. Каждый день по-своему же там означает, когда к кому-то идешь, когда к себе приглашаешь. Всех уральцев, всех от души поздравляю с наступающим праздником, с Масленицей. Всем здоровья и веселья, хорошо провести, отметить этот праздник. Завершается Масленица массовыми гуляниями и походами в гости, а также сжиганием чучела в знак избавления от всего плохого и формирования успеха в будущем. Сергей Уланов, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42. Среди уличных преступлений в последнее время лидируют кражи из автомобилей. Они стали даже более популярными, чем уличные грабежи. И тому есть простое объяснение. Для большинства злоумышленников кража из машины – наиболее легкий способ заработать. Это намного проще и безопаснее того же грабежа. Более подробно об этом в виде преступления в материале наших корреспондентов. Количество автомобилей за последние годы значительно увеличилось. А купить гараж для многих – непозволительная роскошь. Платная стоянка – тоже дорогое удовольствие. В этой связи сотрудники полиции просят автовладельцев не оставлять машины без присмотра, не забывать в них ценные вещи и установить сигнализацию. За совершение ряда автомобильных раж задержаны четверо молодых парней. Объектом преступления являются автомагнитолы, аккумуляторы, антирадары, видеорегистраторы. Данные лица будут привлечены к уголовной ответственности. Владельцы машин наивно полагают, что надежно спрятанное под сидение, в бардачок или под автомобильный коврик сумка не попадет в руки вору. Но практика показывает, что желающие поживиться чужим добром находят все и без особого труда. В 7 часов утра вышел, дочку отвозить в школу. После этого я подошел к машине, обнаружил только машину. Этот сигнализация не сработала. Открываю капот, там открыли аккумулятор, потом сняли флешку с машины, начал машину смотреть, внутри еще перевернутый был. Если все-таки кража из салона вашей машины произошла, то лучше ничего не трогать в салоне, а также не касаться ручки дверей. На них могут остаться отпечатки пальцев злоумышленников, говорят следователи. И, конечно, сразу же необходимо вызвать сотрудников полиции. Возможно, вора можно будет поймать по горячим следам. Олег Великий, Айбула, Джигапар, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин